Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас вторник, кажется, 23 сентября. Ай, вторник! Замечательные вообще вторники. Это просто замечательный во вторник вытянули на свет моего старшего сына. Доктор Спиреляку вытянул. В общем, я настолько благодарна Богу за всё это, что случилось в тот вторник. 14 июля 92-го года. Вот, и это именно вторники, это день памяти, каждый вторник. Я вспоминаю, что Иоанну Крестителю отрубили голову. И за козней бабы Иродиады, которая при живом муже сожительствовала с братом, с родным братом Иродом Антипой. Вот, она ушла от своего мужа и сожительствовала с этим вот, с Иродом Антипой. И, в общем, братья, вот такие вот. И это было против закона, и, в общем, это было незаконное. И Иоанн Креститель, которого уважали, все уважали. В то время, ребята, очень опасно было себя там пророком объявить или вообще там что-то начать вот говорить, потому что закидывали камнями. Да, время было такое, вот, и Иоанна Крестителя же не закидали. Андрей Первозваный, он же был учеником Иоанна Крестителя, то есть за ним ходили толпы. Он начал проповедовать, когда вот мужчины могли начать проповедовать. Это когда им исполнялось 30 лет. И он же был реально сиротинушка. Папочку и мамочку Ирод Великий грохнул. Захария, папочка его, был первосвященником во втором храме Соломона. Соломона. Помните, Соломон, он вообще, когда он строил храм, и когда второй храм отстраивали, вот Ирод Великий, они не допускали вообще галилеян. И самарян вообще не допускали к строительству храма. И, в общем, к этому они очень относились серьезно. Даже вот работников не допускали. Вот, ну то есть у иудеев, у них, у них не только там 10 этих вот заповедей, у них 660, вот с чем-то этих заповедей они все стараются. Ну, они считают, что вот они, со всем моим уважением к этим вот, к их религии, единственное, что нас объединяет, что это моно, вот моно, хотя, ну, я наведу моно-религия. Хотя они ржут над православной верой, именно ржут и унижают, и говорят, что мы эти вот якобы идолопоклонники. Хотя они скрывают, что они знают все ранги ангелов, ангелов и архангелов. У них, значит, обязаны они изучать книгу Тавита, которая включена как обязательное изучение в православной вере, в католической, но католики уже вообще, знаете, вот память теряют. И если в 6-7 веке их, эти вот священники женились, предок моего мужа был святым, его объявили святым, но через время все как было положено. То есть он был этим вот бишопом, это архиепископ, так же вот как бишоп Николай Мерликейский, который наш бог, бог живых. И вот предок моего мужа, он тоже живой, его именно церковь, тогда не было католики, и не было такого понятия католики эти вот, и православные, был востоке-запад. То есть Константинополь, он, Константин Великий объявил его новым Римом, вот, и перенес столицу, то есть вообще перенес столицу, Византию. Люди просто, ну, мало знают, и недаром вот Иисус Христос сказал, вот невеже, доколе вы будете любить невежество свое, и вот жить в том невежестве. В общем, я 33 года назад, не 33, 32 года, когда родила Артура, вернее, вот его вытянул тот доктор Спиреляку, я говорю, потому что у него были передо мной тяжелейшие роды, значит, которые вот девочку привезли, она вся спортсменка была, художественная гимнастика, насколько вот я помню, и девочка, ребенок у нее, девочка была, шла ногами, и, в общем, тяжелые роды. И взяли ее, я не в обиде на Бога, это вот дьявол делал козни с самого начала, с самого начала моей беременности, и я уверена, что это не из-за того, что я якобы в моих прошлых жизнях что-то там натворила, вот это вот все заслужила, это вообще не то, это что-то вот мои предки или так далее, но Господь в курсе всего. Вот смотрите, святой Иов, Иов, на английском это Job, написано J-O-B, три буквы всего, но читается не Job. Если вы говорите эти вот Job, никто вас не поймет. Вот смотрите, Job и Job, абсолютно одинаково читается, J-O-B, только заглавные буквы. Если имя, заглавные буквы, вот именно на это я говорю, что если там говорится Иисус, Иисус, Иисуса много, вы к какому Иисусу вообще обращаетесь? Вот, и я говорю, люди, не зовите Христа, вот, я имею в виду не призывайте Его вот прийти, потому что Он же не явится, как вот Он был 100% человек и 100% Бог. Он придет вот как гром небесный, вот, как это вот, как цунами, как это все, вот это вот встреча с Христом. Каждый раз, когда мы там попадаем, я не знаю, там на камень, это, конечно, это дьявольские происки, но это как встреча с Христом, и вот все, что там происходит, это именно встреча с Христом. И смотрите, в понедельник, вот, вчера Господь сотворил ангелов, ангелов небесных, одна треть которых отделилась, и вот возгордилась, сказали мы сами-сами, вот они же падшие, они же бесы, которым был уготовлен и создан ад. Правда ведь все логично? Вообще, если разобраться, а жить, я имею ввиду, в теме религии, вот, где религия, где вера, и Христос, Он не принес религию. Он не принес религии, Он принес себя, вот, Христа, Он не Иисуса принес, Он принес Христа. Принес себя, вернее, сей, да, и говорил Он притчами, и разъяснял Он только вот своим этим вот, я имею ввиду, разъяснял. Ну, вот как литургию проводить, это вот в четверг же святое причастие было, и он вообще был галилеанин. Только Иуда, только Джудас. Смотрите, Джуда и Джудас. Искариотский, у него своё, по-английски своё имя. То есть, если вы говорите, о, там ты Иудина, или Иуда. Иуда, ребят, вы что, Новый Завет не читали? Там Иуда, святой Иуда. Святой апостол, Назарянин, Галилеанин. Вот, его послание Иуды, святого Иуда. Вот, если святые люди, именно церковь приняла, назвала его святыми и так далее. Вот Иван Креститель. Это вот предисловие рассказала она сегодня, там во вторник. В общем, родился мой сын, его жена, его, их старший сынок, мой старший внучок. Вот, и мой муж, и мой муж этот киллер тоже родился во вторник, вот по вторникам они, вместо вторники. И вчера Артурчик, когда забирал детей со школы, заехал с внуками, с этими вот, с ласточками. Вот Дженнифер вообще была же больная, она в школу не ходила, и сегодня, кстати, она ушла. Вот, и я вчера окутала, так сказать, любовь и все, спросила все, что она хочет, там, именно еду, которую вот она хотела. И после обеда она так, с таким удовольствием поела винегрет, я сделала наш, одесский винегрет. Вот, у меня дети едят винегрет, называется свекольный салат, вот бит салат. Но, я так рада, что вот она поела, она попросила стагетти, вот, именно то, что она хотела, стагетти и винегрет поела. Вот, и ей полегчало, ну, конечно, полегчало, еще Валюша дала пшиколку для горла. В общем, стараемся держаться, хоть и спортсмены. Сегодня у Даниила игра, игра вот здесь вот, в Сент-Албане, в его, именно, в этом вот клубе, так что, сейчас сколько там, 12 часов дня. Я сделала кабачковую икру, я, вот, знаете, в том плане, депрессию. У меня депрессия, я не могу выйти из депрессии, это депрессия, наверное, всю жизнь, потому что я просто пинками себя заставляю. Подниматься вот этим, вот, как говорится, жить маленькими шажками, то есть, каждый день вот это вот, маленькими шажками, заставлять, заставлять, заставлять. И, да, и вот, и детей поднимать, и то, и сё, и ради себя тоже, и вот, и ради тела, которое мне дал Господь, и ради, вот, пути моего. Я просто к тому, что много путей, вот, я заносила меня, этих вот, по моей жизненном пути, ну, эти вот, там, думала я, а где самая, вот, самая лучшая религия, где самая правильная религия, то есть, я всегда была ярой. Вот, и реально, вот, иногда, знаете, осознание, и эти вот, и бесы такую шутку со мной играли, что вброс, и в моей башке был клик, и впечатление, что это уже со мной происходило, вот это и было. Это, возможно, происходило с этими вот, там, с этими вот, ну, с моими предками, вот. Вот, я говорю за предками, ведь не даром, я, вот, Бог мне попустил именно, вот, за моего мужа выйти замуж, вот, за ещё одного нарцисса, и вот, я всех там сравниваю с моей матерью, и сегодня я тоже. Ну, вот, муж сегодня утром проснулся, он вообще ни разу не сказал, что он меня любит, что я там, вообще, так, ему так повезло со мной, это вот. И, если я там требовала это, или говорила, умоляла, просила, говорила ему, всё это показывая примером, бесполезно. В общем, там, 15 лет, или 16 лет говорила мне, это надоело, думаю, ну, нет и нет, знаете, но на это суда нет, это живу, как с этим вот, то ли, этот вот, ну, там, ну, как, я не знаю, я не хочу обидеть моего мужа, он, этот вот, ярчайший нарцисс. Нарцисс, который, вот, живёт, там, ему нужны комплименты, чтобы, вот, он центр этого, вот, пуп земли, чтобы вокруг него, там, планета, вращалась от того, там, вот, это я живу, как со своей матерью, вот. Вот, в общем, я выбирала всех, которые, вот, точно, как моя мать, вот, это какой-то, знаете, вот, это какой-то, вот, нереально что-то такое, я говорю, Дженнифер, будь осторожной, не выбирай, это вот, я молюсь, ну, знаешь, чтобы ты была счастливая, а с нарциссом, он хочет, чтобы его делали счастливым, вот, то есть его не волнует ни мои зубы, ни моё здоровье, ни мои волосы, ни, там, чтобы мне что-то вкусненькое, ну, такое, вот, знаете, каждый день там побаловать, и то, и всё, чтобы улыбка была, вообще по барабану, вы просто по барабану, он живёт своей абсолютно жизнью, абсолютно своей жизнью, абсолютно живёт своей жизнью, который, этот вот, только спорт, 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 вот, спорт, пришёл, увидел, победил, увидел меня, поэтому вот там решил жениться все и вот эти вот как пишу типа по жизни не везло ему это все так я сорвала этот вот винограде к делаю компот вообще себя что-то неважное чувство я не веду руки как будто трясутся я неважно не я и не знаю я в последнее время как-то нервничала и меня только я получила эту вот пенсию и она у меня же вся разошлась вообще я очень не представляю огорченная у меня и ну в общем я подавала долги свои дочки я не виду и купила эти вот supplement железо себе меня качает меня качает я не могу к доктору пойти и отменила свои зубы эти вот там чистку и вот люди меня реально вот там и зрители рук руки там дрожат это вот я живу сша именно на севере здесь климат как это вот как в киеве но это точно не мой клип это не мой я здесь не чувствую себя хорошо вот у меня слабость не хватает солнца и очень скоро уже 9 этих вот там зимы меня дети родились здесь я хоть муж и родился и вообще он с этого вот у него кровь и вот у него вот этот вот святой он был на севере франции вот это седьмой век он этот вот как бы ну тут от мишу то что я говорила архиепископ он предок чарльза мартеля карла мартеля я имею ввиду это по по отцовской линии да у стива такое вот как будто я живу с королем а старым королем замашки у него на к себе только не за он у его мамы вот он относится к моему ну ко мне как своей маме только у его мама у него у нее папа было не мачеха была у нее была огромная семья которая не заботились и так далее а это вот а у меня и в детстве никого не было чтобы кто бы то обо мне заботился то есть мою семью при всем наличии родственника вообще не волновало жевали я вот впечатление что у меня просто не существовало и нет они меня находили то есть мне давали поручения вот мне внушили в голову что я должна заслужить кусок хлеба самого овощей рождения меня посылали вот допустим же там с двух до трех лет вообще чужими людьми ворот вот из-за детства в самаркан вот и говорили тебе так будет лучше это тебе будет лучше лишили меня этом и детского сада я не веду смотрите вот какие последствия были что моя мать этот вот и и отец по документам лишили меня возможности ходить в последний год сада у меня жуткий почерк жуткий почерк у меня к курица лапой просто как курица лапой у стива мамы очень красивый почерк очень был красивый почерк царство небесное и и душе она закончила 11 классов то есть ее эти вой хоть у нее мама умерла когда было пять лет но я позволили закончить все 11 классов то есть и и не выгоняли и удержали его форме вот кормили поили и относились как человеку и не было куча тети и дяди вот все это вот у меня был вот этот единственный материн брат но моя мать его уже ненавидела во первых у них разница 11 лет то есть он появился когда она была любимица у папы и мамы вот и когда он появился когда я была 11 лет она вопросы возьмена видела я это чувствовала эту вот ненависть всегда вот когда в шесть лет вот я и я не веду когда на мне притащилась и распали в одессу вот и если моя невестушка она говорит но смотрите она со своей колокольни она говорит я вот ездила в этот вот из дальника в одессу не она ездила они ездили она ее сестра которую старше на два года если у меня моя вот там во дворе одна из ближайших подруг была и она все время гуляла со своей сестрой она все время у нее было вот эта девочка которая потом стала двойной кумой которая там сказала что у меня вот мы продружили там 45 лет и в прошлом году или позапрошлым я узнала жуткие вещи что она там с моими бывшими ну с моим бывшим то этим вот которые я не знала мне не доказательств педофил не педофил вот на то что он бил ногами моего артура значит она пригласила его в дом он приехал к ней с тортиком и она его пригласила и жрала и нажрала тот тортик я вообще понятия не но это два года назад вот она она мне рассказала она сказал что это я очень виновата что я уехала в этот вот бросила артура и так далее она которая знала гену которая знала что он ну радиологического артура новаться которая знала что значит когда я познакомилась с ними у меня было 53 килограмма и осталось 47 когда вот мы с ним жили буквально там через три месяца во мне я стала худеть 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 через год я вообще там у меня полетели волосы я их просто обрезала чтобы как-то это вот я не знаю там я не знаю наверно выпадали и я не помню точно вы знаете то это же было 90 год то есть она все время было но вот именно у меня доверенным этим вот лицом то есть вот тогда ближайшая подруга и она ни разу не сказала там что я красивая ли то ли все то есть я ее вот знаете все время этими вот комплименты и то и все ну вот и видела в ней красоту и все и она меня никогда в этом плане не поддерживала вот в таком плане и в общем что я говорю те что которые я считали вот и насчитала там друзьями или подругами и говнюками оказались вот говнюками завистниками его также как моя мать которая знаете вот все время хочется вспоминать эти или анекдоты или чего там притчи эти вот ну в общем волки ягненок сколько бы тот ягненок не говорил этот вот ну там это не так а тут говорит да просто мне хочется кушать и все вот вот так вот вот так вот жрать хочу его так вот и моя мать готова была меня бросить кому угодно уничтожит а и а вообще меня родила скорее всего столько чтобы этот вот ну чтобы замуж выйти ну смотрите это вот за так сказать за будущего моряка ну вот папаша же папаша значит у него эти вот братья его братья плавали на 2 и ну так и отец у него военные будут там этом были бабки там деньги были эти вот там были связи он выкручивался он это вот на общем так сказать обоюдно этот вот обоюдные плюсы только я никому не нужна была от меня толку никакого не было вот выгоды не было когда я стала подрастать ну вот и вся надежда там и не за там замуж у меня выдать этого тоже удачно для них или чтобы я нашла работу вот если я такая получилась знаете какая-то вот умная или в таком плане отдавая ее в эти вот в торгашет праве пусть работает где угодно и плевать было на мое здоровье от чего я такая вот там худая аниме никто не смотрел 6 до 7 вообще ну там же детском садике должны быть эти вот учили писать и так далее это писала но у меня был жуткий почерк жуткий у меня все буквы так вот знаете вот в разные стороны не всех разных размеров это вот то есть знаете с кем бы я начинала общаться вот допустим там с этой вот с одноклассницы алены у нее был очень такой прямой вот такие вот прямые буквы и это вот почерк а я когда последний раз это вот не общалась она ты вот переводчица ватикане работает работала я не знаю работает или нет ну в общем и что он говорю я просто вы знаете вы скопировала вот в таком плане и я свой почерк я не могла найти вот свой почерк я не могла сама себя найти вот я искала кто я что я и чувствовала что меня мать ненавидит что отец меня ненавидит что они вообще не хотят чтобы я жила я мешаю я вам это вот всегда вот они хотели с бабки я уже готова была как мышь знаете если там кто-то вот там забиться в этом вот в углу где-то я не знаю я готова была и вот я все время сидела в туалете вот чтобы меня и то есть она стрима докапываешь ко мне и этот вот и и орала орала все время орала и dk плаш я должна была сидеть нельзя этого на кровати не сидеть не лежать это вот ну выслушайте это какой-то был концлагерь я постоянно должна была мыть эти вот унитазы и ванны но постоянно что-то там чистить этот вот это точно как этот вот как вот я попала сюда и этот дом просто вот просто держался на мне что я со всеми этими вот там тремя дипломами этого все и и отмывала очищала у меня не было ни помощника никого и что мне дочку свою припахивать вот значить заставлять сына а значит если я просила что-то артура стих ненавидел вот ненавидел и все вот чтобы меня его тресните тресните то что он вот делает для даниила с маленького детства эти вот любимчик и приятные слова это вот и все пошли на рыбалку и туда и сюда вот в таком плане и артура этого всего не учил то есть делаешь хочешь этот вот лишь бы к деньги не вкладывать лишь бы тебе нужна одежда иди себе зарабатывают в таком плане вообще-то ну ребят это было но еще так получилось что когда я этот вот с артуром смотрите собиралась сюда приехать и нет это артуру когда 14 было перед тем как ему 15 исполнилось на мой день рождения когда я еще не зарегистрирована была на этот вот ну на сайте там замуж выйти артуру зуб выбили и тогда вот я получила на день рождения мне на работе дали 200 долларов и артуру сделал вот тут вот и зуб то есть ему постоянно фикну приклеили ему постоянно эти вот там в школе завидовали а вот куда бы он не пошел его завидовали девочки очень любили очень любили аргентина очень любили но вот знаете так я уже говорю 24 минут что я вам хочу сказать у меня был такой разговор я не буду говорить с кем носить он мне как-то говорит а шо там значит этот вот там ну например там тот человек вот ну там допустим с этими вот там с мужиками и женщинами вот в таком плане ну там я не знаю а тебе вот предлагали говорит вот я говорю ты вот осуждаешь а ты бы устоял если к тебе например вот эти вот знаете вот времена это вот римской империи римской империи там же был разврат вот николаистова это что-то во все времена вот это вот было это было вот эти вот разврат вот этот был а во все времена только его по-другому называли вот я начала 25 минут назад вот эти вот ученики андрей первозванный он он был учеником иона крестителя а потом уже он значит услышал христа но он и не мог а христос не имел право по закону начать проповедовать раньше а что сейчас молодежь рулит они проповедуют у них не хватает знаний они эти вот хотят рулить это будет полный а полный капец полный пипец но в таком плане ну не которым странам некоторым странам на тот свет вот но знаете что знания знания вот и бэкграунд вот образование вот если возьмем этот вот я просто на виду соблазны образовали приставали лиликва смотрите бесы будут дьявол приперся к христу и стал вот со своей колокольни там если ты ну бог знал что он что он это задаст такой вопрос вопрос только значит он задает без в пустыне так если ты сын человеческий там этот вот сделай то 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 самое главное что мы учились а как христос отвечает вот и когда у меня пример христос вот отвечать если я говорила когда с мужем я ему он мне говорит не проповедует подожди мы с тобой поженились чтобы обмениваются этими вот самое говорить о христе это единственное что мне вот больше всего нравилось понравилось и говорить о религиях о религиях о верах и вот разбираться в этом именно разбираться вот этого коммуникейшн а а впечатление что мне вот уготована роль вот мой муж мне уготовил роль собаки пошла села вот как его отец руководил его матерью пошла села сделала то и сделала все и вот эти вот заявы если ты такая умная что за такая бедная кто сказалось но тогда иисус христос тоже бедно он говорит что у него этого вот не было там не дома не этого вот и смотрите что я все время проповедовала знаете не просто проповедовала говорила вот своим детям вот трём вот на трём из моей утробы делать с любовью делать с любовью вот если я кушать готовила я делала все это делаю с любовью с молитвой то есть если мне муж ханил или там это вот у меня даже мысли не было знаете подсыпать ему я не знаю там этот вот слабительное чтобы он прохезался в этом вот в тубзике вот это у меня мама это у меня мать такая вот у меня мать такая вот или мой отец по этим вот под документом который подарил мне а красную икру она оказалась просроченной вот и на новый год на моё мы мне двадцать с половиной лет было значит это с восемьдесят девятого на девяносто я чуть не отправилась на тот свет я поела ту икру бомбажную вот и я для этого поехала вот понимаете я же понятия не имела смотрите я поехала в киев на этот вот на консультацию по математике подумала у нас закончилась допустим там консультация и я подумала где-то тут должен быть отец так сказать который там меня не кормил не поил и даже не приглашал это вот когда я его видела до этого там полгода до этого это когда мать его вызвала когда мне еще двадцати не было вот там вот во львов он приехал с этим вот с какой-то шлюхой с какой-то бабой и значите гадости мне наговорил не видел восемь лет и наговорил гадости вот с таким смотрите вот меня вот смотрите когда я его не видела восемь лет вообще понятия не имела вдруг звонок вот меня там проиграли во львове там чуть я не погибла вот еще эта вся история не закончилась ну это когда мне там почти было двадцать вот и вдруг звонок вот в той квартире где мы снимали там с девчонками мы одну комнату снимали и еще там хозяйка той квартиры была она была в одной комнате и мы снимали несколько девчонок там четыре пять одну комнату вот звонок двери открываю и стоит так сказать мой предполагаемый отец и первое что он сказал о почему ты такая маленькая смотрите я вообще не ожидала я не готова была к этому потому что ну вот я не была если вот вернуться назад я бы я бы сказала я не маленькая у меня аниме потому что ты меня бросил не кормил не поил никогда не волновала вообще что у тебя что у меня аниме кстати он знал что у меня аниме потому что когда он приперся с этого вот северного полюса где он там он всего лишь год был мыл этот вот он золото год мыл и заработал себе на машину вот через год он уже приехал я не веду меня он очень ненавидит он приехал к моей матери опять же мириться и мириться мне он не купил не это вот она в общем сказала что у меня аниме и он купил мне баночку черной икры и все вот такую маленькую и начиная там засохла это вот и в общем я ее ненавидела вот в таком плане в общем откуда а как я могла вырасти он у просто у него эти вот сестры здоровые кажется я не знаю ну а я это вот худая вообще знаете как этот вот вообще вообще непонятно не маленькая анимичная и что я здесь делаю на заочно я даже 10 классов внимать не позволила закончить я уверена что мой предполагаемый отец не значит я 10 классов не закончила я уверена что он не знает что я в техникуме была как тупая как валентина говорила как тупая чем технику потому что меня мать отказалась корми даже каши не кормила так я говорила что вот валентина валюша мы из дальних говорит я далеко ездила в одессу не 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 она они она сеструха ездила и не она вот потому что игра видела ли ты там в этих вот и тряса тряса членов и так далее в одессе да она грида я видела не она они то есть они после школы она сестрой а которая вот на два года старше то есть она постоянно была сестру и мрадаки оставляли деньги они питались там магазинах там еще что-то у меня не денег не было ни еды знаете что мы с наташкой одноклассницей этот вот в школе хлеб был бесплатный хлеб был бесплатный и мы вот ходили это вот и хлебушек просили столовой хлебушек хлебушек просили у тех этих вот кушать я там не могла потому что мне мать же ничего не платила и там давали бесплатное молоко в которой у меня аллергия была вот и очень долго наверное это классе шестом или седьмом где-то в седьмом значит моя мать заметила в лет 14 когда мне было что у меня аллергия на молоко и она меня что-то там пошла двух доктора я не знаю но это все там было бесплатно и она меня мне дать они стали давать соки соки и хлебушек бесплатный а моя мать приносила этот вот но ей и было плевать что у меня аллергия на молоко тоже ездовали на работе бесплатное молоко этот вот она постоянно на диетах было потому что она легко поправлялась она от всего поправлялась знаете вот она всего это вот поправлялась и поэтому она думала что я когда вырасту поправлюсь вот и не знаю что она думала не думала наручим я видела что она не хотела ни копейки это вот вытратить и покупала самые дешевые допустим там торты потому что ее подружки которые не замужем ничего придут и они будут это вот но она будет им чай давать угощать они будут тортик кушать а я им буду эти вот кушать готовить вот я наготавливал я убирала у меня вот эти вот списки были убирать стирать то есть а почему я такая знаете и не хочу я свою дочку к набить потому что я не знаю какая у нее будет судьба я не знаю вот смотрите у меня получается было как судьба что я этот вот с самого первого вот вот этот вот летчик нарцисс же нарциссом если он даже не приехал если сейчас говорят о официальная невеста я официальная невеста он меня из подвинца вот кинул даже нет а то даже не пришел даже не объяснился да вообще мне хоть иди топить после той трагедии что я рассказала что я чуть не погибла во львове через через три недели меня бросает летчик этот вот жених официальный с которым мы подали заявление заявление они же до сих пор вот в вильнюсе хранятся это же сохранится в небесной канцелярии как моя мать говорит тебе не нравится иди пожалуйста в небесную канцелярию так она все есть небесной канцелярии ну значит не судьба мне было или вот смотрите и я не поехала разбираться то вот я только потом вот значит ну у нас то есть он был там первым этим вот мужчины и так далее потому что я все время говорю я хочу чтобы у меня вот все было как вот положено чтобы мой первый этот вот мужчина был моим я имею ввиду моим мужем вот все это все и все уже подали где еще вот эти вот подали заявление все все и я уехала и он никогда не приехала я звоню его мать сказал этого ты его не любишь ты его не любишь но когда вот у нас сам это вот был вот этот вот кекс ну первый вообще первый можем не заявил сейчас вот я подумал чтобы у нас не было детей а потом этот будет твоя проблема я просто обалдела тот этот вот за его и заяву этот вот вильнюс и если потом он же мне сказал значит если бы я знал что ты русская я бы к тебе не подошел а я русскоговорящая оказалась он свою бросил он свое знаете сегодня фильм этот вот смотрю там девушка попадает в москву и значит приехала в этот вот музыкальный училищ там или куда-то нам поступать и эти вот мажоры и и украли и один из них там этот вот надругался над ней вот и она уехала домой и оказалась беременна там все на нее стали пальцем показывать значит говорили что а значит вот типа была такая святоша это вот как икона а потом вот раз из значит в москву поехала и обрюхатилась вот и а потом значит такое вот там потом оказалось что она и ну не это не родная дочка но она старше у нее еще младшая там младшая сестра что ее мать вот пожалела что у нее ребенок умер и она приняла эту вот девочку которую женщина какой-то которая какая-то москвичка вот оставила родила и оставила потому что она нагуленная вот в таком плане там вся эта история раскрывается и в конце узнается оказывается что значить ее надругался над ней и и родной брат родной брат а ее отец значит потому что она ее мама была замужем но влюбилась в другого и значит она там забеременела от любовника вот и но там в общем богатейшая там семья была это вот такие вот разборки потом мама значить умерла вот и а там у нее бра ну сын вот то есть младший то есть младший сын этот вот младший брат надругался младший ли он уже был это она вторая ну в общем в общем вот такие вот там заморочки и получилось как бы родной брат надругался над ней у нее ребенок а тут родной отец хотел жениться на ней ну за наследство потому что там так получилось что отец когда узнал что его сын надругался на девушкой она вот беременна значит он оставил завещание вот тому ребенку и ей там в таком флане и эти вот наследники значит устроили там катастрофу это вот отец погибает и за ней тоже начинается охота сожгли там дом где она жила то есть ее приемный отец умирает в общем я к тому к тому что люди там в комментарии говорят а че они там курили это вот а тут посмотрите его впечатление да тут и не тут и не куришь это вот и можно найти то вот мозг завернуться эти вот ну то есть с нами не просто так все происходит не просто так вот и судьба насчет эти вот там судьбы и так далее я верю что только бог знает мою судьбу и я полностью ему доверяю отцу сыну духу святому и и а да это вот я имею ввиду там плохая неплохая плохая а кому конкретно какому человеку я что плохого сделала я вот этому вот жениху этому вот который обещал на мне жениться обещал на мне жениться мы подали заявление мне почти 20 лет я была девушка вообще и еще говорил я справку могу показать это вот реального гинеколога того то что так получилось что у меня вот были боли в животе там ей пошла именно в одесский гинеколог и он вообще там в шоке был что я там девушка 19 с половиной лет в одессе блондинка вот такими волосами а понимаете может если вот девственницы могут быть но только такие чтобы допустим там когда я шла и вот так вот мужики просто провожали оборачивались это вот то есть вот в таком плане а тебе предлагали но в таком плане вот я там у человека тебе что предлагали тебе что предлагали а ты чтобы вот устоял бы допустим если тебе я смотрите я когда в аргентине было и когда вот первый год когда поехала туда и вот работала это официанткой в ресторане а если бы к вам подвалил этот вот мужик начать этот вот директор банка вот тут вот с панамы которые не нескольких языках говорит и директор банка и начать начали же он пришел и предложил типа мне быть его любовницей но это вот сожительницей сожительницей это и вот именно сожительницы он говорил что он не женат он не женат он ждал свою так сказать и девушку вот и я отказала я говорю я не мечтала быть этой вот любовницей и он там пропал на три дня и появился с этим вот с кольцом и все то есть с кольцом понимаете сделал предложение прям в ресторане просто в ресторане для этого он же мог к там я не знаю делать какие-то ресурсы это вот я имею ввиду если у человека деньги уже не просто так приходит и с этой вот этом с кольцом уже все там жениться например и мне же допустим я там было 30 лет это будет исполнилось ну и все у меня то есть это не просто какая-то там квартирка в этом вот там где-то в буэнос-аресе или там его окрестности окрестности тоже же разный камала хариза здесь жила она же не просто в мандреале она в богатейшем районе мандреале вот и этот вот это если допустим там флориды если стива дядя его полу дядя вот тут который работал его мамы брат полубрат полубрат получился полубрат потому что мать умерла и значит папа переженес а вот и взял женщину она не была замужем и она у нее там бороду были святые вот то французская это вот канадская француженка и значить т.е. трое братьев родилось и трое у стива мамы и один из них стал работать на разведку и всю жизнь это вот работал на разведку то есть она со своими этими вот становьями очень строго они все знали этот вот французский язык французский и английский в совершенстве это ему помогло начать устроиться но они все в школу закончили этот вот колледже пошли то есть она такая вот очень строгая было ее все боялись но значите и один из сыновей взяла обалденную карьеру и он живет не просто во флориде он живет самым богатейшим этом вот значит фаундвич и мало того что фаундвич фаундвич могут быть разные то вот люди жить разные районы он живет в самом богатейшем районе самым богатейшим вот и то же самое как и там сбой нас адресом то есть у меня бы дом бы я бы жила в районе тигры например там где живут миллионеры вот именно там где находится вот этот парк аттракционов парк развлечений вот и там все элита вот это что там говорят о у меня квартира там квартира в этом году ну-ка там бы они стараются в каком районе воском плане вот эти вот элитные все вы все переспокоены я и мой сын вот артур жили бы в этом вот я знала какие районы самые эти вот там в тиграх например у меня бы домик был в тиграх иметь дом в кельмесе это вообще ничего или в этом вот в белгранах это все равно что иметь квартиру на таирова в одессе или на поселке котовского я вообще никогда не мечтала даже не мечтала даже не это вот не хотела я знала у меня куча этих вот одноклассников там квартиры получали я знаю я в таком количестве там квартиры была я знаю там все плюсы и минусы от транспорта и как добираться и то и все вот это вот вот в таком плане и если у тебя там есть машина во первых это нужно уметь водить машину нужно и то и все вот это вот моего мужа не волновало что я вот он мне говорил все это нормально у меня не нормально я себя не чувствую эти вот нормально с этим вот он зрите у нас скоро здесь выборы и вот камала харрис она получила возможность учиться в этих вот в элитных этих вот там институтах и так далее а у нее два слова на связать не может со мной просто никто не работал со мной никто не работал более в таком плане моей матери создали все условия евродыки и она возненавидела своего единственного брата он очень добрый был понятие он единственный который был ко мне добрый который меня во всяком случае не то что добра у меня во всяком случае не не ненавидел он смеялся надо мной иaru постоянно надо мной ржал он постоянно надо мной ржал мать и ржала и ненавидела ну и хотя бы это вот он и а он и не защищал он никогда не спросил матери а чё ты гнобишь это вот Оксанку. Вообще, он меня стрим назвал Малая. Вот, в таком плане, Малая. Так, а может, и он знал вот эту вот тайну, что моя мать инцесса совершила, и что он может быть не просто моим этим вот дядей, а и моим двоюродным братом, то есть кузеном, представляете? Вот, вот в таком плане. И, в общем, очень много там интересных очень тайн, вот, и наука нам в помощь. Вот я все время, знаете, вот такое вот, типа, наука в помощь. То есть, если там дети говорят, ну, там, в школе, допустим, а что вы этого, там, не надо нам проповедовать, там, проповедь и так далее. Подождите. Ребята, кто создал эту вот таблицу Менделеева, этой химии у нас? Кто? Не просто таблица, а не периодическая таблица. Нет, не просто периодический, а вот тут, давайте глубже, Менделеев. 17-й ребенок в семье, который русским был. У него мама верующая была. У него мама была верующая. Теперь поговорим про Павлова, которого вот знают во всем мире. Мишникова во всем мире, не знаю, потому что мне как-то мужик писал там, ой, подумай, еще у тебя там образование, этот вот нархоз, ну, раньше-то он нархозом назывался, этот вот, сейчас он называется Одесский экономический университет, и эти вот учителя, это нужно было знать, преподаватели в Одессе, они все ездили, во-первых, они все английские в совершенстве знали, и эти вот лекции вели в Англии, и вот в США, вот здесь вот, в Массачусетсе, в Бостоне, и вообще у нас вот в штате находится там Мидлбуре, вот, значит, этот вот колледж частный, возможно, даже дороже, чем Гарланд, который тоже у нас вот рядом находится, и вот эти вот поселения, где у нас тут, рядышком, которые вообще тут в пару часах ежды, это именно где-то вот там, эти вот, пенсионеры из Пентагона, пенсионеры же, они тоже разные вот бывают, вот, Яна, пока прощаюсь.